Каковой, впрочем, вполне достаточно, чтобы свести в могилу человека, вынужденного ежедневно иметь с ним дело. Шеф обожает будить людей в самое неподходящее время. Иногда я начинаю жалеть, что мы с ним не живем в простом и понятном мире, где деспотический начальник, возжелавший силой извлечь своего заместителя из сладкой тьмы сновидений, вынужден использовать примитивные технические средства связи, типа телефона, пейджера или, на худой конец, посыльного, которому поручается жалобно мяукать под дверью несчастной жертвы до победного конца. Ибо телефон можно отключить и выбросить в окно, пейджер растоптать, а потом утопить в унитазе, окна наглухо закрыть, установить бронированную входную дверь и обить ее войлоком. Иногда лучше переборщить с предосторожностями. Потом следует заботливо обложить свои чуткие уши подушками и пусть тогда хоть один гад попробует до тебя добраться. Но меня угораздило надолго застрять в мире, где существует безмолвная речь. Поди, скройся от неугомонного шефа, когда его коронная реплика «давай-давай, просыпайся» раздается не в телефонной трубке, а в твоей собственной голове, от которой никуда не денешься. Во всяком случае, сколько раз я пробовал игнорировать его настойчивый зов – безрезультатно. Иногда я начинаю всерьез подумывать, что мне следует обзавестись уютной спальней в каком-нибудь ином мире и завершать всякий рабочий день поспешным низвержением Хумгат – отличная замена неторопливой прогулки по предрассветному городу. Зря я, что ли, так долго учился путешествовать между мирами. Давно пора начинать применять сие таинственное магическое искусство в практических целях. На сей раз и злодей Джуфин умудрился разбудить меня ровно через час после того, как я наконец-то закрыл глаза. Но мои жалкие попытки объяснить шефу, что столь омерзительно я не чувствовал себя, даже сразу после того, как умер, не произвели на него никакого впечатления. «А бальзам Кахара тебе на что?» – спросил он. Целые поколения могущественных чародеев в течение долгих тысячелетий не щадили усилий, сберегая и совершенствуя рецепт этого бодрящего зелья. Должен же хоть кто-то применять его по назначению. Так что давай, исполняй свою историческую миссию, а потом поднимайся и приезжай ко мне домой. И учти, если через час тебя не будет, я начну рыдать в голос. «Ужас какой!» – вяло откликнулся я. «Погодите-ка, я должен приехать именно к вам домой, а не в управление?» «Я не ослышался?» «Ты не ослышался!» – подтвердил Джуфин и умолк. Оно и к лучшему. Башка у меня гудела, как церковный колокол после вечеринки беспутных попов Растриг, решивших, как следует отпраздновать Хэллоуин. Что мне действительно требовалось, так это опустить голову на подушку и поспать еще часов семь. Но я был вынужден ограничиться глотком тонизирующего бальзама. Хвала магистрам – это простенькое чудо, всего-то восьмая ступень черной магии по-прежнему имеет некоторую власть над моим замордованным всяческими чудесами организмом. Во всяком случае, умываться я отправился уже в добром здравии. Я настолько пришел в порядок, что даже начал понемногу терзаться любопытством. Приглашение Джуфина показалось мне довольно странным. Ну, положим тот факт, что шеф разбудил меня всего через пару часов после того, как мы расстались, вполне в порядке вещей. Я такое специальное полезное живое существо, над которым можно вслась поизмываться, когда под рукой нет какой-нибудь другой дежурной жертвы. А злодейская душа господина почтеннейшего начальника требует своего. Но какого черта он ждет меня дома? До сих пор наш кабинет в доме у моста вполне подходил для деловых встреч. К тому же Джуфин не такой уж любитель бессмысленных перемещений в пространстве. Вряд ли шеф стал бы приезжать с утра на службу только для того, чтобы через пару часов получить счастливую возможность лишний раз поскучать на сиденье собственного амобилера, едва ползущего с правого берега на левой под управлением бывшего гонщика Кимпы. Значит, домой он вернулся внезапно. Хотел бы я знать, зачем. Мне пришла в голову совершенно крамольная мысль. На виллу господина почтеннейшего начальника тайного сыска было совершено грабительское нападение. Но я поспешно прогнал дурацкую идею прочь. Совершенно невозможно. Хотя... Ничего не понимаю, решительно заключил я, обращаясь к своему лохматому отражению в зеркале. Отражение сочувственно покивало. Кое-как связало непослушные космы в хвост и отправилась одеваться. Мне ничего не оставалось, кроме как послушно последовать его примеру. На пороге спальни мне пришлось выдержать настоящее сражение со своим зверинцем. Армстронг и Элла, два мохнатых чудовища, которые когда-то были котятами, возмущенно милукали. Им, знаете ли, кажется, что я очень неплохая грелка для постели, где они обожают валяться. Друппи, хваломагистром, не мяукал, поскольку родился собакой. Зато этот непоседливый центнер всклокоченного белого меха решил, что я встал специально для того, чтобы прогуляться с ним по окрестным кварталам. Теперь пёс восторженно прыгал вокруг меня и лез обниматься. «Извини, милый, но тебе пока ничего не светит», виновата, сказал я собаке. «Скажи спасибо своему любимчику, сэру Джуфину, это он во всём виноват». Друппи разочарованно присел на задние лапы и озадаченно помотал головой. Кажется, он просто не мог поверить, что человек, которому он после первого же знакомства отвёл почётное место в своём любвеобильном сердце, мог сотворить такую вопиющую гадость, отвлечь меня от долгой прогулки с ним. Я ласково погладил большую умную голову собаке, подавил отчаянный зевок, поплотнее завернулся в мантию смерти и покинул свои апартаменты. Нет ничего лучше, чем ясное солнечное весеннее утро в самом центре Йехо. И нет ничего хуже, чем ясное солнечное утро в любое время года и в любой точке вселенной, если вам не дали выспаться. Поначалу мне приходилось подавлять настойчивое желание изловить всех солнечных зайчиков в округе и собственноручно набить морду каждому из них. У меня вообще весьма тяжелый нрав, а уж после принудительной побудки он обычно зашкаливает за отметку отвратительной. Если бы сейчас вдруг выяснилось, что этому прекрасному миру угрожает какой-нибудь очередной апокалипсис, я бы, скорее всего, вежливо осведомился, что я могу сделать, чтобы ускорить его наступление. Но когда я пересекал мост Гребень Йехо, мне на нос села маленькая пестрая бабочка. Через мгновение она убедилась, что сей замечательный предмет не является цветком и поспешно улетела. Но моя хмурая физиономия уже расплылась в умилённой улыбке, каковая безнадёжно заблудилась в окрестностях лица и продолжала блуждать там, даже когда я переступил порог гостиной Джуфина. А ведь я собирался начать наше общение с прочувствованного монолога на тему «Сэр Макс тоже живой человек». Намечалось даже небольшое театрализованное представление. Пожалуй, обошлось бы без продолжительных глубоких обмороков, но я твёрдо вознамерился воздеть воспалённые очи к небу, драматически стиснуть виски дрожащими пальцами и зевать до хруста за ушами. Не могу сказать, что я действительно надеялся, будто мне удастся растрогать этого злодея, но я был просто обязан попробовать. Ничего не вышло. К моменту встречи я пребывал в совершенно лучезарном настроении. Зато Джуфин был мрачен, как отражение грозовой тучи в тусклом зеркале. Он поднялся было мне навстречу, серебристая лоохи сверкнула в лучах полуденного солнца, как крылья стремительной чайки, но на середине пути шеф вдруг передумал и рухнул обратно в кресло. Адресовал мне тяжёлый, испытывающий взгляд из-под лобья и отвернулся к окну. — Можно подумать, что это не вы меня, а я вас разбудил, — заметил я, разглядывая его насупленные брови. — Что-то случилось? — Что-то случилось. Это ещё слабо сказано, — буркнул Джуфин. — Скорее уж, стряслось. Или, если быть точным, неминуемо стрясётся в самом, что ни на есть, ближайшем будущем. Да ты садись, Макс. — Устраивайся поудобнее, разговор предстоит долгий. Извини, что я не дал тебе выспаться, но тут такое творится. Он нетерпеливо махнул рукой и умолк, задумчиво уставившись в окно. Решал, с чего начать, я полагаю. Признаться, я опешил, услышав его извинение. Приятно, конечно, иметь дело с вежливым человеком, но такое поведение совершенно не вязалось с обычными манерами шефа. Предполагается, будто каждый сотрудник тайного сыска должен испытывать глубокую искреннюю благодарность за то, что его до сих пор не убили и больше ничего не требовать. — Так что творится-то? — спросил я. — И почему вы решили встретиться со мной дома? — Так лучше. — Невнятно, но безапелляционно объяснил Джуфин. И довольно неуверенно добавил. — По крайней мере, есть надежда, что здесь нам никто не помешает. — Хотя, если бы в нашем распоряжении было немного больше времени, я бы предпочел провести этот разговор на темной стороне. — И так далее. — И так далее.